братцы всем большущий привет объект идет к завершению ура и вот все же ваше внимание я бы хотел обратить на то как проклеена пароизоляция когда она стыкуется с другой пароизоляции как же должно быть вот ребята вот так вот то есть смотрим и понимаем дата что пароизоляция у нас в принципе хорошо натянута пробита скобами в данном случае здесь двенашка скоба идет 53 тип скобы fit расстояние между скобами ну приблизительно десяточка до приблизительно десятка то есть вот таким образом набивается держится ли она крепко крепко очень держится и все же главный момент в этом видео это вот такая проклейка да у нас если у вас на объекте вот так вот чего всем желаю от души абсолютно чтобы к вам приходили ребята которые будут болеть за свое дело я если честно просто фанат качества вот и как бы все больше ничего здесь у нас идет delta duo tape это двухсторонний скотч какой скотч да сам по себе да хороший скотч ребята хороший хороший можно конечно с дуру и х сломать да не нужно там тянуть прям сильно сильно будет стоять все будет хорошо замечания какие то есть что я для себя уяснил и понял что вот здесь вот где вот брусок идет да вот он брусок идет вот в это место обязательно надо скобу сделать вот именно в это место также здесь вот чтобы вот это место она потом как-то там не под отклеилась или еще что-то вот перебздить короче вот так она сейчас у меня здесь пойдет расправиться здесь у нас стяжки идут здесь будет капля капля клея delta tix чтобы вы понимали для себя ну и вот так аккуратненько в 1 можно всю эту работу проделать если вы хотите своими руками все сделать пожалуйста делайте меня в инстаграме очень много видео по этому поводу по мансардному этажу как все это делалось на этом объекте как должно быть как сделать тот или иной узел что по нарезке утепления да там вот как должно выглядеть вот этот способ мы больше применять не будем почему потому что чтобы вы четко ясно понимали вот они видите шишечки вот эти вот мне не нравится вот эти шишечки они не нравятся мне если мне не нравится значит мы будем делать по другому и мы это сделали то есть я это сделал лично я это сделал вот на той стороне вот на той стороне я сделал по другому и как же я это сделал я вот в это место вот сюда в край вбивал скобу да то есть у меня натяжка была от этого края и вот до этого вот сюда вот скобу убивал вместо вот этого у меня тогда ровная площадка там получилось и потом дельта шаубант синяя такая штучка полипропиленовая проклеилась и она ровненько все проклеилась без вот этих вот мятин если вы видите да то есть вот вот так вот такая вот синяя лента она специально клеится она закрывает у меня скобы но и главное ее преимущество это в том то что когда пойдет обрежу фальш обрешетка да там ребята будут устанавливать потолок какой-то то будут два самореза входить пронзая синюю уплотнительную ленту и у нас будет герметичное соединение именно в тех местах где зашли саморезы не будет утечки пара жизнедеятельности в наш пирог это самое важное ну как бы вот так вот идем к завершению если какие-то вопросы у вас возникают можете позвонить набрать пожалуйста вопросов нет я постараюсь всегда вам ответить ну вот так вот на вот такая моя работа как бы ничего здесь такого сверхъестественного нет поэтому если вы будете стараться то у вас все так же точно же получится я не какой-то там мастер там прям в грудь себя до должен бить там вот ребят это все вам напоказ вы можете сами все это оценить уяснить для себя понять если какие-то моменты непонятны можете задать вопрос но лучше конечно звоните потому что если честно вот ну не хочется мне никак вот писать это супруга обижается на то что я не уделяю времени ей детям вот шестой ребенок на подходе поэтому поймите мне правильно вот как бы тогда дальше что хейтером хейрейтером как всегда привет рукожопом тоже привет все вы молодцы я вас всех тоже люблю ну что еще сказать на лягушке у нас вот столько ровно двадцатка двадцать и чуть-чуть погода у нас так не знаю сколько сейчас на 0 на где приблизительно так отопление как видите здесь нет его просто нет эту печку уже давно и не включая очень давно уже не включая комфортная температура для работы сегодня вот сюда надо было все перенести приборочка была соответственно сделана и вот в это место вот сюда мы сложили тот материал который у нас пойдет еще также на утепление пятерочки сверху потому что мы этот объект будем переделывать полностью изнутри утепление у нас 200 с перехлёстом в пятерочку до общий слой 200 получился и сверху когда мы придем это объект будет вторым потому что 1 у нас еще на весну был законсервирован и опять же тоже вот там через окно да вот этот объект и как бы так то есть суть такая что друзья не бойтесь можете своими руками все это сделать звоните интересуйтесь давайте будем общаться ну и потенциальные заказчики до клиенты они опять же вот обращение к вам вы должны видеть как же это все должно выглядеть как на самом деле не с рукожопить до должен ответственный человек там или компания или там бригада а именно подойти с умом с качеством вот репутация то она одна а теряется она в одну секунду и совет конечно ребятам кто этим занимается берегите свою репутацию потому что от этого будет зависеть будет ли у вас работа или нет говно делать она всегда можно сделать даже не пытаться сделать говно прямо без разницы что еще что-то хотел такого интересного вам сказать ну здесь вот у нас вот он дельта тикс как выглядят капельки давайте наверно покажу еще разок потому что у меня видео также есть вот это капельки такие здесь мультибанта не надо больше вот капли сделал да и все и все классно все герметично пар жизнедеятельности не пройдет туда что 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 в инстаграме больше давала выкладываю свои работы вот на youtube немного подзабил но сейчас постараюсь исправиться также будут и туда выкладывать чтобы вы видели чтобы вы знали потому что в instagram скорее всего его уже закроет скорейшим образом там vpn1 vpn2 vpn3 5 10 ну как бы пока на данный момент так также есть телега павел дородный кмк или павел кмк как так как то вот так вот если честно еще не совсем разобрался надо что кто-то подсказал просто все чатка кмк есть это качественный монтаж кровли еще будет кое-какой один канал открыт также в телеграме где будет достаточно интересно и я думаю всем зайдет и всем понравится пока все вроде как а мы же открыли новое направление до своей сфере деятельности это укладка кабеля на металлочерепицу да на край свеса кровли и завод в желоб так что тоже это анонс такой тоже будем продвигать эту тему завтра человек то есть мастер сергей должен закончить вот коллега мой да и я все постараюсь заснять и также вам выложить на обозрение для для вашего понимания это будет интересно тем заказчикам которые и клиентам до тем которые не могут прям вот сейчас вложиться в переделку да то есть в реставрацию кровли потому что это действительно очень дорого если вот так же делать до качественно то этот очень достаточно дорого но нету возможности да просто нету возможности хотя бы на ходу и конец и вот такую штуку сделать чтобы не падали глыбы которые там образуется от теплопотерь потому что у вас сделано неправильно кровли чтобы просто не прибило да вот какая-то безопасность была ну а дальше время то покажет она рассудит вот поэтому всем добра всем успехов всех был рад даже не видеть и даже не слышать но по крайней мере был рад вам что-то вот с объекта показать довести до вас информацию для кого-то она была цены для кого-то нет ну вот смотрите думайте сами всем пока